Почему люди набирают вес осенью? САД. Это не просто стандартная американская диета. Существует состояние, известное как сезонное аффективное расстройство, которое характеризуется повышенным аппетитом и тягой к еде, а также повышенной сонливостью элитаргией, которая начинается осенью, когда становится меньше света. Теперь это кажется просто представляет собой дальний конец нормального спектра человеческого поведения. Кажется, что все мы едим больше по мере того, как дни становятся короче. Существует четко выраженный сезонный ритм потребления калорий с большим количеством еды, скоростью приема пищи, голодом и общим потреблением калорий осенью. Готовясь к зиме, некоторые животные впадают в спячку, удваивая запасы жира с соседним изобилием, чтобы справиться с последующим дефицитом зимы. У людей были обнаружены гены, похожие на гены гибернации, что может помочь объяснить, почему мы проявляем некоторые из таких же поведений. Осенний аффект неуловимый. Исследователи подсчитали разницу в 222 калории между потреблением калорий осенью и весной. И не только потому, что холоднее, потому что осенью мы едим больше, чем зимой. Похоже, мы просто генетически запрограммированы на подготовку к зиме, которой больше не будет. Удивительно, что в наш век современного освещения и отопления наш организм все еще улавливает сигналы смены времен года, которые оказывают такое сильное влияние на наш режим питания. Неудивительно, что терапия ярким светом используется для лечения сезонного аффективного расстройства, почти в три раза увеличивая вероятность ремиссии по сравнению с плацебо. Хотя это никогда не проверялось напрямую, не помешает вывести собаку на несколько дополнительных осенних прогулок, чтобы, возможно, побороть лишний вес, набранный в праздничные дни. Забавно, что люди винят праздники в переедании, но, возможно, вместо того, чтобы праздники вызывали повышенное потребление пищи, может быть, повышенное потребление, которое сопровождает осень, вызвало то, что праздники были запланированы в первую очередь. Несмотря ни на что, другие конкретные рекомендации по предотвращению ожирения путем улучшения здоровья циркадной системы, основанные на различной степени доказательности, включают сон ночью и активность в течение дня. Спите как минимум 7-8 часов в сутки. Рано ложиться, рано вставать. Короткий сон – это нормально. Вопреки распространенному мнению, дневной сон не оказывает негативного воздействия на сон ночью. Избегайте яркого света ночью и, по возможности, спите в полной темноте. Сделайте завтрак или обед своим основным приемом пищи в течение дня. Не ешьте и не занимайтесь спортом прямо перед сном и полностью избегайте приема пищи на ночь.